Так, ну вот, другое гнездо, вот этого я знаю, написано было, это ястреб, курятник так называемый, который за куром, курами в основном, ну и другие птицы тоже мелкие и не очень-то и мелкие и крупные тоже, они голубей в основном ловят. Вот эта запись значит здесь какой-то небольшой поселок, окраина его видна, я вчера там делал запись в этом месте, вот там справа внизу что-то там в камере изображения не очень правильная, там что-то мерцает в правом нижнем уголке или какая-то помеха перед этой веб-камерой или там какой-то дефект или может быть мокрая значит часть, вот голос этого ястреба. Обычно они подают голоса когда, вот перед тем как, ну почуют где-то что самец приближается их напарник, ну вот там справа, сейчас я чуть вправо поверну, вот больше видно этот дефект, у меня это сейчас в штатив закреплен и не очень ты его легко повернешь, вот сейчас ослабил, чуть-чуть, вот видно там какое-то мерцание справа внизу, дефект, или объектива или что-то там не в порядке, ну вот такие вот трели слышно здесь, такое птичьи птичьи голоса, но здесь их не очень-то много слышно, нет такого разнообразия как предыдущей трансляции где было гнездо другого похожего ястреба, но все же можно слушать, слышно. Времени сейчас немного более 7 часов утра, где-то 7-10 кажется, мне тут я не могу даже в очках увидеть, вот приходится увеличительное стекло брать, да, вот я вижу 7 часов и 18 кажется минут, 25 кадров в секунду ведется съемка, камера ведет съемку с такой скоростью, ну эта скорость, как я тут уже кое-где писал в своих заметках на видео, на некоторых трансляциях, что эта частота она кратна частоте герц электричества переменного, который 50 герц как мы знаем, но если бы было и в камере тоже 50 кадров в секунду менялся бы этот, значит менялись кадры, ну в кинематографе мы знаем, что 24 кадра в секунду там, ну с небольшими, эти как правило не целые числа, то вот такая кратность равную 50 или 25, то она не вызывает мерцания на экранах, ни на экране фотокамеры, ни на экране дисплея компьютера, хотя мерцание бывает, это или там небольшое мигание, или там волны проходят какие-то по изображению, но это почему, это потому что электростанции тоже не придерживают, не выдерживают эти строго стандарты, чтобы напряжение было 220 вольт, а частота переменного тока 50 герц, ну как здесь в евростандарте в америке например 60 герц, поэтому там фото техники, техника, фото камеры, они продаются уже, хотя и с возможностью перевода на 60 и 50 кадров в секунду съемки, как воспроизведения, так и съемки видео, но тем не менее вот, чтобы это, не во всех камерах можно это сделать простым путем, потому что, например, вот у меня камера европейского производства, вернее не производства, производства это японское, а предназначение для региона Европы, то там сейчас, значит, можно съемку вести на частоте 25 или 50 кадров в секунду, также 24 кадра в секунду, 30, вернее в моей камере не 30, 30 это в американском стандарте, где 30 и 60, а здесь 15 кадров в секунду, это на 4К, ну, другие камеры более там крупные, тяжелые, дорогие, значит, там есть возможность съемки на другой частоте смене кадров, там не только 60 и 50, а бывает и там 24 или 180, 80 для ускоренной съемки, чтобы можно было в замедленном виде воспроизвести, как плавную такую съемку, когда, например, бросают какой-то предмет и при съемке с этой скоростью 120 или 160, 180 кадров в секунду, а воспроизводят в обычной скорости 25 или там 50, и тогда получается, что это плавно-плавно какой-то брошенный предмет летит вниз, ну и также любые движения, там, людей бегущих или там животных, тоже можно снимать так же, ускоренной съемкой, а воспроизводить в обычной, с обычной скоростью, и получается тогда замедленное, как бы, изображение. Так, ладно, делаю перерыв и перехожу на поиск, значит, другого гнезда, там, где, может быть, сейчас уже после рассвета птицы сначала очень громко распевают, а потом уже ближе к, значит, началу дня, полудню, там, они уже не так, значит, не так, не так певучи, они помалкивают уже, а вот утром и перед закатом они очень часто и многозвучно слышно, на разные лады тут всякие птицы распевают, и утром, и вечером, вот интересно их послушать. Так, перерывчик.